Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Афелия и Гамлет. Мраборные статуи Витценберг. Множество художников пробовало свою силу на таких сюжетах из области всемирной литературы, как Афелия и Гамлет. Подобные сюжеты всегда привлекают художников, потому что в них искусство находит широкое поле для выражения тончайших движений души и глубокой мысли, в особенности драмы Шекспира. И ее герой, и герои немного разрабатывались и живописью, и скульптурой. Но среди скульптурных произведений нашего времени едва ли не один Витценберг разрешил эту сложную и трудную задачу наиболее удачным образом. Он создал две статуи. На одной он изобразил Афелию, в четвертом акте, в момент одного из тех душевных просветлений, которые бывают у умалишенных. На другой Гамлета, в пятом акте, на кладбище, когда после разговора с могильщиком, он берет череп Йорика. Талантливый художник придал Афелии позу чуть-чуть напоминающую общими линиями позу Венеры Милоской. Ее голова украшена цветами. Вся она задрапирована отчасти на греческий манер. Правой рукой она прикладывает цветок к груди, другую держит опущенной. В ее лице преобладающее чувство грусти, но смешанное с каким-то едва уловимым отражением наивного удивления. Фигура Гамлета, на наш взгляд, удалась художнику лучше. Он стоит, опершись на надгробный памятник. Его костюм, обычный костюм Гамлета, с медальоном его отца на груди. В правой руке он держит череп и смотрит на него грустно, едва заметно улыбаясь. Момент этот, столь важный для понимания характера и индивидуальности шекспировского героя, передан Вельцинбергом чрезвычайно талантливо и глубоко. Это действительно Гамлет, принц датский, о котором Гета выразился следующим образом. Благородный и нежный от рождения. Царственный юноша этот возрастал под непосредственным влиянием окружающего величия. В нем едновременно развилось понятие о праве и о достоинстве правителя, чувство доброты и настойчивости и сознания своего высокого происхождения. Он был правителем по рождению и желал править лишь для того, чтобы все добро могло совершаться беспрепятственно. Приятный по наружности при доброте своей он должен был бы служить образцом всему отечеству и сделаться со временем утешением для всех. Лучшей надгробной надписью могли бы служить слова Горация. Теперь разбито благородное сердце. Спокойной ночи, милый принц. И стаи ангелов поют тебе колыбели. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.